Пейтон Манкерт, студентка из Иллинойса, любит рисовать, читать и обожает походы, но до этого времени шитье и дизайн не входили в список ее увлечений. Но это не помешало ей принять участие в конкурсе. С самого начала Пейтон планировала создать платье, посвященное Леонардо де Винчи и ее кумиру. Но началась пандемия, выпускной бал отменили, весь мир перевернулся, и тогда Пейтон разработала план Б. Она решила сделать платье, посвященное ковид-тематике. «Пейтон взялась за работу, если бы вы взглянули на меня во время работы над платьем, то скорее всего увидели бы, как я сижу на полу в спортивных шортах и старой футболке, с грязным хвостиком, над доской, пытаясь порезать скотч крошечным ножиком», — рассказывала Пейтон. Выпускное платье в стиле ковид состоит из множества разных деталей. Там есть изображения уроков по зум, и онлайн-выпускной призывы выровнять кривую люди в масках и чихающие люди. И, конечно, врачи. Кроме синезолотого платья, Пейтон создала маску из скотча, сумочку в форме коронавируса и еще много мелких аксессуаров, браслет, заколку для волос, украшения. Работа над платьем заняла почти 400 часов и 41 рулон клейкой ленты. Стоимость платья составляет примерно знак доллара 150-240. Манкер объяснила, что ее платье, помимо всего прочего, это дань уважения ее одноклассникам, которые, как и она, не смогли организовать нормальный выпускной. Пейтон призналась, что самой большой сложностью было создание каркаса платья, она ведь никогда не шила, не делала выкроек, все было впервые. Носить его, призналась она, тоже непросто. Выглядит оно потрясающе, но довольно тяжелое и тесное. А из-за особенностей материала, в нем весьма жарко. Пейтон в шоке от того, что снимки ее платья стали вирусными, она рассчитывала просто позабавить жителей своего городка и школы, а еще получить 10 тысяч долларов, которые она полностью заслужила. Фото инстаграм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова